здравствуйте вы набрали код 812 и сегодня мы с анной евгеньей будем снова разговаривать о том что сделано в петербурге до евгеньев о чем мы будем сегодня говорить но очень странная тема конечно для меня это бритвы бритвы конечно понимаешь я всегда рядом находишь что-то интересное и в том числе достаточно много предметов которые сделаны в петербурге и вот очередной мой ну скажем на изучение истории семьи меня натолкнула на бритву да конечно да и слова о истории что на самом деле бритва мужчины нам знает про эту тему много наверное вот и придумывали как бы лучше побриться получше и были озадачены как бы более комфортно более комфортно да это верное слово и еще в 1787 году известный французский изобретатель и жан-жак перри придумал такую насадку на опасную бритву деревянную насадку чтобы ему было получше бриться смысле так значит была опасная была опасная бритва опасная бритва но соответственно люди резались ну да заточка должна быть настолько что чуть-чуть ты не туда неверное и сразу вот и конечно же все были озадачены что же делать чтобы не было шрамов на лице хотя как известно не украшает мужчин но да и революция в таком бритье произошла в начале только в начале 20 века когда американский тоже из не знаю как его назвать человек который придумывает разные жилет ну изобретатель изобретатель до жилет нам сейчас известна его бритва мистер жилет до мистер жилет придумал что можно сделать в бритвенном станке сменное лезвие и вот от этого скажем так произошла революция потому что это не надо было уже ничего точить то покупала бритвы и вот например вот умеет такая штучка где бритвен лезвие вот да и ты в коробочке но на самом деле до 10 лезвий здесь было вставляю ну да но на самом деле все знают вот эти лезвия сменные то что вообще не секрет то есть по сути придумал эти лезвия жилет жилет king между прочим то что-то king и жилет как в общем до мистер мистер жилет да и соответственно вот с этого момента произошла революция вот в этом форменная в бритье мужском а вот был еще одна из промежуточный этап дал про который ты хоть ну конечно промежуточный вот кто придумал эту насадку какую-то на опасную бритву жан-жак-пере французский изобретатель да и он такой придумал же деревянную насадку на это лезвие чтобы так понимаю что был виден маленький кончик металлической пластины который именно бреет ну я так понимаю это если ты надеваешь что по сути это про значит предыдущий этап это да так называется вот той самой безопасной бритвы потому что эта насадка она просто не дает сильно углубиться лезвие то есть если ты порезался то не глубоко хотя бы не глубоко быстро зашивая заживает это в общем красавчик скажем так вот но жилет изменил систему лет революционер жилет я бы такого да и 1 до совершил революцию сделал комфортную жизнь но у нас здесь с вами представь и конечно вот этим лезвие вообще сами станки они были нескольких типов и один из них назывался станок бабочка понимаешь это стран вообще не знаешь удивительно что в мужской культуре оказывается много таких названий которые мы относим сейчас все-таки к женской культуре там например бабочки и а станок бабочка это что на него с двух сторон нажимался и открывалась сама вот это на и он такая которая штучка которая прижимает это лезвие вот и она раскрывал раскрыл но раскрывал свои крылышки как бабочка поэтому за вас и бабочка но есть еще вот станок который у нас в руках это классическая форма станка который кстати говоря сделаны в петербурге на заводе металлоизделия который находился на васильевском острове то есть у нас значит в петербурге поскольку мы тут у нас тут сделаны в петербурге у нас петербурге был завод мы тоже после войны и до войны наверно он существовал на самом деле опять вернемся к революции наша любимая тема вообще всегда что после революции существовали артели которые занимались тоже собственно говоря изготовлением бритвенных станков и и принадлежностью для бритья и была одна из таких фирм которая называлась юпитер и она была создана таким очень известным и предпринимателем которого звали федор пожаров и он создался своими компаньонами достаточно много таких небольших артелей которые занимались изготовлением металла но разных скажем так предметов из металла предметов из металла да например они керосинки выпускали мясорубки выпускали примус общем у них было такое большое производство вот и просуществовали достаточно долго и как в какой-то момент когда знаешь застали вот эти крупные производства дробиться их стали и тем самым грубо говоря присвели их на нет потому что когда одно крупное производство им владеет им скажет один человек у него получается что он где-то что-то заменяет она развивается а здесь получилось что его стали там где-то в 20 наверное в тридцатые годы дробить и отдельные 100 и вот эти все мастерские стали ну скажем так она занимается изготовлением примусов то есть у него был как как по нашу один большой завод его раздробили на сегменты сегменты из одного большого завода сделано кучу маленьких завода да 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 это не пошло на в пользу этим людям стали разваливаться и из этого вышло такое тоже в петербурге такой был тоже артель который назывался бритпром которая как раз работала вот именно на станках это вот юпитера в прошлом до и артели произвели не только саму бритву но они производили еще очень много например стаканчики для бритья для пены сопутствующего до и при лезвия понимаешь потому что даже понимаю что станок то станок и и я думаю что просто еще производили какие-то запчасти потому что станок классический вот мы говорили о бабочках до станке бабочки бабочки я так понимаю в широкий обиход все равно не вошли просто были немножко слабы более технически потому что вот это скажем механизм быстро приходил он на первых быстрее приходил ним годность а во-вторых было сложно мыть промывать а вот классический станок так он состоял всего из трех предметов да и у него основное крепление но там прямо увидим да там ручка гарды и вот прижимная планка ставставлялась скажем так лезвие и закручивалась этого ручка вот у тебя получился станок такой ну да да и получается что это нечему скажем так это долговечно экологично экологично да вот и в общем куча плюсов у этого всего но и плюс это выглядит но честно признаюсь конечно не готов бриться таким станком нет не готов но просто потому что уже есть технологии все равно ушли вперед они не такие экологичные конечно что пластик там ну все мы это все знаем вот но возможно можно как-то модифицировать вот это но никто этим в общем заниматься особо не было на самом деле что интересно что в тридцатые годы в тридцатые годы вообще говорилось о том что когда стала получать развитие пластмассовое производство до пластмасса что шла речь о том что станки можно делать из пластмассы и наш инженер-технолог помельцев он например написал в тридцать девятом году написал что пластмассовый станок это ужасная вещь что нельзя его делать потому что а они не обладают теми санитарными нормами скажем так как металлический станок потому что он же делается из нержавейки он по сути не ржавел а пластмассы во первых этому опять же экология грязь и они недолговечные вот эти все крепления они стираются и поэтому грубо говоря но это стало на самом деле после войны уже когда стали выпускать но пластиковые станки они на самом деле понимаешь развивает культуру потребления то что мы сейчас говорим вот культуру потребления но это не то что в сегодняшнего дня проблема она все-таки зародилась еще так понимаю после войны но она зародилась предшествием пластмассы и вообще какого либо пластика да но мы я думаю еще поговорим на эту тему там конечно как появилась пластмассовое производство там и так далее но в принципе конечно есть чего что все видно этого тут медная явно ну медь наполовину ну вот и что касается экологии практичности в общем дам этот станок он прекрасен да но к нему во первых нет сейчас практически качественных вот этих вот лезвий бритв скажем так и тогда они уже были не очень качественно да и то есть ты ее не заточишь то есть не были даже машинки специальные для точения вот этих вот бритв это уже такое все вот поэтому этой бритвой ты все равно не побреешься так чисто как опасный согласно вот в чем принципиальная разница между опасной бритвы и вот такой слушай но увидишь на самом деле это взял в руки бритву и фон петербурге опять-таки возводились бритвы я помню прекрасно него смотри ленинград уже и на самом деле обрати внимание что у них везде символ адмиралтейского корабли садмиралтейс да а была еще знаешь какая бритва крутая у меня сожалению то мы можем даже вот показать вот целую большущую упаковку дадим бритв бритв а была же еще знаешь бритва балтика а и у нее было красовался крейсер аврора на будут на этой вот обложке а я так понимаю это битва за бренд какая-то но по всей вероятности скажите скажите вот в частности что меня интересует бритва него да то есть где производились вот у нас петербурге вот эти конкретные да вообще без проблем пм о спутник ленинград улица крупска дом 55 нержавеющая сталь 100 штук десять рублей кстати это стоило штучка 10 рублей 75 год в семьдесят пятом году 10 рублей но это прилично так нормально 100 штук это грубо говоря ну стоп 100 штук это тебе чуть меньше чем на полгода даже хватить понимаешь поэтому но я думаю что мало кто мог себе позволить такую коробочку думаю что покупали все вот такие коробочки маленькую по всей вероятности одна маленькая стоила 10 руб 1 рубль 10 лезвий 1 рубль вот а вот 10 по 10 копеек что да поэтому еще вполне можно было себе позволить но кстати говоря про лезвия они же пользовались популярностью не только у мужчин которые брились но ими же очень делали многие вещей например точили карандаши мода а и например у меня ну скажем так у меня много очень друзей художников ему дедушка художник и он например до последнего не признавал что карандаш точить точилкой только лезвием или скальпелем возвращаемся сделать сделано в петербурге вот где у нас петербурге делали вот такие например прекрасно на васильевском острове да вот на васильевском острове производили вот такие шикарные завод металлоизделий на васильевском острове помудит наш историю седьмой линии могу точно сказать и вот там производились ну там разные неподалеку от табачной фабрики по всей вероятности да вот до производить но главное что это же целая история этого чехол в котором это все это я так понимаю разбирается на каждую штучку знаешь очень классно что они но это наверно сутки как это более простая штучка для повседневного бихода даже но были еще торжественные скажем так подарочные варианты которые были в разных красивых коробочках и внутрь и во первых коробки вот это из картона а были такие пластмассовые коробки были тоже картонные коробки но из более прочного картона и внутри здесь был например бархат или даже бывает иногда вельвет на самом деле и были еще такие мини-бритвы когда вот это еще ручка составлялась не из нескольких частей и короче говоря вот половину ну наверно ну то есть это совсем то есть это вот да да как называется райкомандировочного конечно райкомандировочного но на самом деле знаешь вообще к бритюр вообще это очень интересная тема потому что когда он бритюже еще прилагался тройной одеколон понимаю что на самом деле это входил лимон бергамот и неролли понимаешь ли не что неролли это что такое а это такое тоже цитрусовые растения с тонким ароматом но я боюсь что когда мы сейчас скрываем тройной одеколон мы не можем отличить лимон от неролли и бергамота но для нас это что-то ядренное потому что уже привыкли к более тонким запахом скажем я думаю что мы когда-нибудь запишем сделаны в петербурге именно про одеколоны ты же на самом деле поставили даже вот эти помазки плазок даже это же тоже был сделан во первых они были бы сделаны с басучего волоса вот единственное что меня вопрос этот борщ волос где они его брали ловили барсука я думаю конечно отряд людей специально обученных на барсука они шли в лес им давали значит на фабрике к задания задания нужно 30 килограмм 300 килограмм барсучего волос и вот они уходят с леса псковской новгородской ленинградской области перевели всех барсуков и они ловят барсука стригут его в специальных отроченных местах и отпускают и складывается виска риску потом приходит так далее моском то меня сразу направил на еще одно такое скажем так момент знаешь же был же еще такой мыльный порошок который назывался нега нега не я не помню но ты не будешь потому что было до войны из него сбивали пены знаешь что тоже прочитала что оказывается круто взбить пену когда ты переворачиваешь что-то миску для мин для мыльной пены и она не выпадает и она там ну грубо говоря да она должна вот такая должна быть пена поэтому если кто-то вдруг захотел побриться и взбить себе пену то исключительно до такого состояния или можно устроить себе такой в общем трип до взять значит да если вдруг вы нашли дома там дедушкина или папина или не знаю там прадедушкина вот эти все аксессуары вы можете просто попробовать ну почему нет да вот это все вот любое мыло абсолютно подойдет мылом пенишь 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 все водички туда потом все это собрал но вот это конечно же мчужина сегодняшнего нашего выпуска я считаю так но несмотря на то что это не сделано в ленинграде или там петербурге но вот я например смотрю и на порт а да и собственно что хочется сказать вот здесь до кораблик потом у нас что там был еще аврора крейсер аврора но мистер жилет конь поместил свой портрет и подпись и подпись до автограф скажем но а мне на самом деле нравится лаконичная наша него потому что него главная река петербурга ленинграда и мне нравится что это голубой цвет синий так нет вообще несмотря на то что это все сделано как бы видно но все вот эти вот ведь кораблик это же не далеко не советский атрибут это не прочим как и река него и так далее так далее то есть все это имеет я бы так сказал как метафизические так и обыкновенные корни конечно петербургские дам поэтому я думаю что можно поискать дома действительно все предметы для бритья да и пишите нам в комментариях да какие у вас вот у нас например есть вот такая вдруг или может там фоточку приложить как какой у вас есть станок или вдруг например вы собираете коллекцию бритвенных вот этих безопасных станков но это еще будет интереснее будет так что смотрите сделаны в петербурге пишите нам комментарии там же в комментарии там же в описании под этим роликом вы можете увидеть ссылки на наши инстаграм-каналы где вы можете записаться на индивидуальной экскурсии по петербургу вот ну и может быть когда-нибудь мы сделаем что-то типа не то чтобы лекция чего-то такого мы возьмем например некоторые очень популярные до темы сделаны петербурге и сделаем какое-то такое живое общение может что-нибудь зуме придумаем конечно узнали круто будет да да так что в общем если бы у меня был бритвенный салон я вам обязательно сказал брейтесь с удовольствием но ленинградом например не знаю с таким удовольствием но все возможно да счастливо пока